Дина Рубина. По субботам. Дина Рубина. По субботам. Дина Рубина. По субботам. Я, будучи человеком столичным, московским, могу сказать только одно. Иерусалим не город. Это место. Но это место, которое хранит абсолютно завораживающие истории. Здесь огромное небо. Очень много этого неба. И под этим небом разворачиваются самые страшные и самые странные приключения. Вы ещё увидите. Вы потом поймёте. Вы потом сравните и вспомните мои слова. Я должна сказать, что я, конечно, запомнила её слова, но довольно долго не думала об этом, потому что началась у меня новая жизнь в 90-м году. И очень долго мы выбивались в этой жизни. Выцарапывались из быта, выцарапывались из тоски. И всё это было уже неважно. Когда прошло какое-то время, я стала разъезжать с выступлениями по разным городам Израиля. Я с удовольствием приезжала в Решон-Лицион. Достаточно плоский, достаточно простой, достаточно дружелюбный город. Я ездила даже в Назарет, который, несмотря на сакральное своё имя, верхний Назарет, принадлежащий израильтянам, то есть и нижний принадлежит израильтянам. Но, к сожалению, это, как правило, арабские жители, которым плевать на все мои выступления, которые не читают по-русски. А вот те новые израильтяне, которые читали по-русски, тоже жили в довольно простом городе на горе, хотя название его было Назарет. Я помню, как Игорь Миронович Губерман как-то сказал, ну, ты поедешь в апреле выступать в Назарет? Я сказала, ну, да, конечно, поеду, а что? Довольно буднично произнося это слово. И он сказал, Назарет, Назарет. Там уже, кажется, выступал один еврей, сказал он. Назарет туманной юности. И я засмеялась. Так вот, даже Назарет был вполне дружелюбным и простым городом. Во всяком случае, проехать какому-нибудь Дому культуры не составляло особого труда. И только одного города я страшно боялась. Может быть, потому что автобус приходил на очень-очень замурзанную, очень старую, очень замусоренную автобусную станцию, от которой надо было как-то добираться по горе Кармель, которая своим названием дала имя не только ордену кармелитов, но и самым разным городам и городкам в Америке, в Англии, во Франции и так далее, в остальных других странах. Так вот, по горе Кармель вились невероятные улочки невероятной, сложной, таинственной хайфы. Вот хайфу я боялась всегда. Но потом я пересела на другой транспорт, я, наконец, осилила управление машиной, я стала рулить, и это было всё опять-таки мучительно страшно, потому что мы не дожили тогда ещё до великого изобретения под названием GPS, навигатор, и поэтому у нас был с мужем огромный толстенный атлас дорог Израиля. Перед этим мы прорабатывали, перед выступлением очередным в хайфе, мы прорабатывали маршрут. Боря чертил как-то направо-налево какие-то опознавательные знаки, какую-то водонапорную башню, какой-то рынок направо и супермаркет налево, и не было случая, чтобы мы не заблудились, и не было случая, чтобы мы, ну, я бы не сказала, стукнули машину, но уж, по крайней мере, не там поставили, получили штраф и так далее, и так далее. Вот эта гора, по которой велись эти запредельные улочки, которые то заканчивались тупиками, то пропадали где-то совершенно в других каких-то, за какими-то углами и поворотами, всё-таки это было ужасно мучительно. Но потом всё-таки появился навигатор. И я вам должна сказать, что нет другого такого места, где бы навигатор сходил с ума, а он каждый раз в хайфе у меня сходит с ума. Вот вчера было выступление в хайфе. Мы взяли своих друзей, Мишу и Юлю, и поехали просто посидеть в ресторанчике перед выступлением, которое открыли их друзья в одном из очаровательных мест хайфы. Мы приехали, тоже приехали не сразу, тоже долго не туда попадали, но, наконец, мы всё-таки поставили машину, и, наконец, мы всё-таки сели. И на столе стоял, появился, вернее, потрясающий фаршмак и потрясающий паштет, ну и пельмени и прочие все завлекательные, прекрасные вещи, и не без горячительных, конечно же, напитков. Мы чудесно беседовали с хозяевами, бывшими москвичами, и всё было прекрасно. И я всё-таки себя чувствовала неуютно, поскольку я-то знала свои отношения с таинственной и ужасной для меня хайфой. Наконец, я поднялась, и хотя мне говорили, да что ты, что ты, ты можешь ещё сидеть по крайней мере минут 20, всё-таки мы выбрались, всё-таки мы поставили. Мы дали задание нашему навигатору и бодро двинулись в путь, тем более, что нам гарантировали, что через пять минут буквально до этого же за углом, боже мой, мы сели, мы поехали. Сначала нас повели направо, потом налево, потом навигатор честно сказал, что он, оказывается, ошибся, и он хотел налево, а это оказалось направо. Мы поехали направо, потом опять налево, потом выяснилось, что мы уже третий раз проезжаем один и тот же перекрёсток. Я просто не буду приводить те слова, которые я произносила за рулём, иначе просто можно было рехнуться. А навигатор рехнулся давно. Мы ему уже не верили абсолютно. Наконец, мы заехали в какой-то глухой арабский тупик, и девушка, которая преградила нам дорогу и не хотела уезжать, высунулась, сказала, что мы сумасшедшие, чокнутые, что мы абсолютно агрессивные люди, поскольку я ей показала кое-какие знаки из окна машины, и в конце концов я унизилась до того, чтобы спросить, вот такая-то улица, она вообще-то существует в этом вашем проклятом городе, на проклятой вашей горе Кармель? И она сказала, да, конечно, существует, езжай наверх. И даже потеснилась, и мы протырились машиной, и, наконец, с огромным трудом нашли. И когда мы уже, наконец, тоже с огромным трудом выбрались из этого таинственного города, я вспомнила одного человека в своей жизни, ну, собственно, я о нём и не забываю, потому что очень часто он приходит на помощь какими-то своими советами, ибо он человек, живший во многих странах и много чего видавший. Это журналист Алексей Осипов, он и в Израиле жил довольно много лет, он человек известный, сейчас живёт на Манхэттене, в Америке. И я помню, как однажды он мне прислал такое странноватое письмо. Но, надо сказать, не с бухты барахты прислал, я тогда работала над мистическим романом «Почерк Леонардо». И он мне прислал письмо Лёше Осипов, которое я, ну, у меня хватило ума как-то его обособить, текст этой истории, и сохранить для, возможно, какого-то рассказа. Хотел бы я с вами, писал он, как с провидицей, поделиться одним странным, не хочу употреблять слово «мистическим впечатлением». А дальше речь шла о некоем заведении в Иерусалиме. «Когда-то давно, — писал Лёша, — я мотался на радио «Седьмой канал», где и вы, будучи посланницей в Москве, по телефону у меня выступали, мотался в поселении Байтель, где в то время снимали помещение ребята «Седьмого канала». Ещё не было новой автобусной станции, была старая. Ну, и автобус в Байтель отправлялся чёрт знает откуда. В общем, у меня были длинные пересадки, выезжал рано, иногда хотелось перекусить. Вот заходил в одну шварменную раз в неделю, а то и реже. И там был парень такой, среднего возраста, лысый, в кипе. Готовили там с душой, народу всегда было много. Ну, я, как эстет, шварму в тарелку всегда просил. Тхейну хомус есть я так и не научился, хотя прожил много лет в Израиле. Вот просил строго шварма, лук, солёности разные, ну и банку колы. Кстати, на вывеске было написано, что чуть ли не с 1930 года эта шварменная существует. Так вот, прошло с тех пор 15 лет. Иногда я приезжаю, как вы знаете, в Иерусалим. В этот раз, оказавшись в Иерусалиме, я так откололся от группы, делал какие-то свои дела и быстро всё сделал. Надо было возвращаться в Тель-Авив. Поехал я на автобусную станцию центральную, оголодавший. Ну, думаю, найду-ка я эту шварменную. И нашёл. Она совсем в непроходном месте сейчас. Ну, народу всё равно полно. Люди знают, где вкусно. И тот же мужик, вообще-то он, в общем, даже не изменился. Та же кипа, та же лысина. Народ сует деньги, он оперативно выдаёт. Кому шварму, кому фалафель, кому добавки. Мужик суетится, он всё успевает. Всё успевает. И тем, и другим, и деньги, и сдача. На меня, в общем, не смотрит. Я жду, дабы заказ свой озвучить. А он раз и ставит передо мной тарелку. Шварма, лук, солёности, огурчики, там перчик, банка колы. Смотрит на меня и говорит. А ты повзрослел. Я, честно говоря, обалдел. Всё ж таки, во-первых, у него сотни покупателей в день. Во-вторых, я уж точно не был постоянным. Вообще, последний раз там был лет 15 назад. А до этого, ну, время от времени появлялся, раз в неделю. Ну, и то пару-тройку лет. Не более. Да не общались мы никогда. Не общались. Это же такое дело. Подходишь быстро, деньги туда-сюда, очередь за тобой, очередь перед тобой. Ну, сел я, шварму лопаю с удовольствием. А он подходит и говорит. Часы-то какие хорошие у тебя. Ахат тебе хорошую скидку сделал. Не жалей о покупке. Ну, тут я второй раз обалдел. И тут нужно некоторое отступление сделать. Года три назад вывозил я маму в круиз по всяким Карибам. И была остановка на Каймановых островах. Ну, вы же понимаете, задница мира. Каймановые острова. После экскурсии в порт вернулись. А там, разумеется, всякие магазины. Ну, зашли мы с мамой в ювелирно-часовой. Хотя нам ничего не надо было. И на беджике одного из продавцов увидел я имя Охат. Ну, точно израильтянин. Ну, я понял. Точно израильтянин. Имя израильское. И на иврите я к нему обратился. А он жутко обрадовался. Первый раз говорит за пять лет, что тут работаю, слышу и врит. Ну, мы разговорились. У него оказалась жена русская. Он и её позвал. То да сё поболтали. И он уговорил нас потратиться. Как раз был канун Нового года. Ну, и мама купила мне часы. А ей какую-то цацку мы купили. Я так подумал, может, Охат его родственник? Мы точно с ним фоткались. А швармщик – его родственник или друг. Ну, короче, такая мозаика могла сложиться. Ну, могла. При известном напряжении представлении. И про часы мой кормитель мог узнать, узнав меня по фото, например. Но это всё мои мысли, да? Понятно. А конец такой был. Я тарелку отставил, пошёл расплачиваться и говорю, спасибо. Скучал по твоей шварме. Даст Бог, увидимся ещё. А мужик этот, бестрепетно, на меня посмотрел и говорит, нет, уж больше не увидимся. Закрываетесь? Спрашиваю. Он говорит, нет, не закрываемся. Просто ты на новом витке спирали. Ехал я в автобусе, думал, чё за спираль? Какая, зачем? Пару дней покоя мне это не давало всё. Ну, за день до отлёта, без всяких других дел, рванул в Иерусалим. Приехал. Шварма на месте. Мужика нет. Спрашиваю какого-то дедка там, который за прилавком стоял. А где этот вот в кипе такой, лысый? Дедок посмотрел на меня и отвечает, я тут сорок лет работаю. Не было тут никогда таких. Вот вам и Иерусалим. А с Лёшей Осиповым у меня связано много таких историй совершенно замечательных. Надо сказать, что Лёша, когда жил в центре страны, он жил в Тель-Авиве на самом деле, но бывал в Иерусалиме и знал много-много таинственных мест в старом городе. Это он, в общем-то, открыл мне вот эту замечательную экскурсию ночную по Иерусалиму, по стенам Иерусалима, когда ты взбираешься один раз, это бывает буквально несколько, ну, два-три раза в месяц, когда полнолуние. Когда наступает полнолуние, и огромная оранжевая и даже багровая луна висит над крепостными стенами Иерусалима, и ты идёшь по этим стенам, и над тобой нависает вот это чудо. Это Лёша открыл, потом Лёша мне открыл, Осипов, что такое офис в старом городе масонов таинственных. Он меня привёл впервые в потрясающую пещеру, о которой знают не все, и которая была закрыта долгое время. Она была закрыта, потому что там что-то разрабатывали, а пещера эта, с пещеры этой начинается ход, карстовый такой в скалах ход, по которому царь Языкия в древности бежал от Навуха до Носора до самого Иерихона, из Иерусалима в Иерихон. И когда выбрался наружу, там его и поймали вместе с семьёй. Такая вот волнующая история. А до этого Языкия царь Соломон просто добывал там камень для своего храма. И до сих пор в огромной зале каменной на потолке видны следы от кирки, от вот такой вот матышки, который каменщики добывали, били по камню, откалывая его, добывая его. Там до середины XIX века проходили заседания масонской ложи. Ну и так далее. В общем, пока Лёша жил в Израиле, он много чего показывал. И я всегда удивлялась, какая жадность у этого человека до новых впечатлений, до новых знаний. Тут надо сказать, что Лёша лет уже, пожалуй, 10 назад переехал в Нью-Йорк по делам работы. Вот как раз тогда, когда ему вот этот шварменщик непонятный, какой-то ангел швармы, да, рассказал, что он на новом витке, ему после этого прислали приглашение на работу в Нью-Йорк на русское радио, и он уехал. Он уехал, и мы, конечно же, продолжаем дружить, мы переписываемся, он много чего мне интересного рассказывает. И тут как раз он мне прислал довольно странное письмо, не странное, а, конечно, ну, как всегда у него очень интересное. После открытия сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он пишет мне «Самая горячая неделя». Часть Манхэттена практически оцеплена. Орды людей с бейджиками ООН, настоящий Вавилон, бурнусы, кипы, костюмы, голубеи, носятся кортежи, толпы журналистов с камерами, ну и так каждый год в конце сентября. В общем, сессия длится почти год, пишет Лёша, но самый жаркий её период – первая неделя, когда съезжаются лидеры государств с речами. Понятно, что каждого сопровождает команда, да, ну, спичрайтеры, помощники, охранники и так далее, и так далее. Отработал лидер на трибуне и, за небольшим исключением, все сваливают домой. Но иногда кто-то остаётся в Нью-Йорке ещё на день-два просто провести дополнительные встречи или там принять участие в каком-нибудь параллельном международном мероприятии. А для меня, как для журналиста, пишет Лёша, это период хлебный, неделя год кормит. Беру там по семь-восемь интервью в день, чтобы потом медленно, но верно выдавать их на гора. Так вот, пишет он сегодня, а это письмо пришло, ну, три, что ли, или четыре года назад, между двумя интервью образовала часовая дырка. И в той части Манхэттена, где штаб-квартира ООН, где всё оцеплено и пропускают по бейджикам ООН строго, а у меня он был, почти негде преклонить голову. Кафе переполнены, всё остальное — офисное здание. Но я знаю пару островков, там скверики такие, в один из которых я сегодня изобрёл. Снял ботинки, расстегнул пиджак и просто сел на свежем воздухе, ну, час посидеть, просто не тащиться домой. А скверик маленький, а железных скамеек кресел в нём достаточно. Ну, и человек пятьдесят могут там разместиться. Но он не полон. Сидят себе всякие, почти все с бейджиками, то ли отработали, то ли ждут ещё своих госов. Люди с восточными лицами, европейскими, негритянскими. И моё ухо выхватывает разные языки. Там фразы на иврите, там на шведском, там на китайском, ещё что-то. Ну, вы же знаете, я, в общем-то, ну, языков знаю немало. И вдруг я ловлю себя на мысли, что я всех понимаю. Мало того, я понимаю, что говорят они чуть ли не секретные вещи. Ну, хвастаются, что-то анализируют, что-то прорабатывают перед встречей. Я сидел час, кто-то уходил, кто-то приходил. И уже сложив всё в кучку, в своей голове, я вдруг понял, что я прям-таки всемогущий. Я за час получил столько информации, что если её сложить, то можно ни много ни мало развязать Третью мировую войну. Я могу столкнуть легко сейчас пару ядерных держав, оперируя подслушанными. Я вот к чему это пишу вам, понимаете? Конечно, не ко всемогуществу своему липовому, а к полиглотству или к знанию языков. Вот, скажем, европейца сложно заподозрить в знании японского, равно как и человека в куфее в знании, ну, допустим, польского. И вот из таких стечений обстоятельств может многое произойти. Это по вашей части, Дина, пишет он, по части сюжетов. А я вспомнила свои странные впечатления, опять-таки очень таинственные, когда я вижу книгу свою, написанную по-тайски, вернее переведённую. Вот эти тайские иероглифы для меня – это тоже таинство. То есть мы окружены самыми таинственными вещами, не говоря уже о таинственных городах. Слава Богу, думаю, я вырвалась из хайфы, но на следующей неделе мне опять там выступать. Так что с ужасом ожидаю, как прожить эту неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова